Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы хотели бы обсудить с вами диагностическую ценность МРТ при секундарном поражении лимфоузлов шеи без первично выявленного очага. Немного фактов и цифр. Правильный диагноз метастазов рака в лимфатических узлах шеи при направлении в специализированное онкологическое учреждение выставляется лишь у 38% больных. Остальной процент пациентов поступает с диагнозами лимфоденит, боковая киста шеи, доброкачественная опухоль, либо некое злокачественное новообразование без какой-либо конкретизации. Число пациентов с метастазами в лимфоузлах шеи без первично выявленного очага составляет 0,25-1,4% среди всех онкологических больных. И только у 67% больных удается установить первичный источник. Социологическое исследование в 93% случаев помогает установить сам факт наличия метастатического поражения и шейных лимфоузлов. Гистологическое исследование в 91% случаев позволяет установить форму и степень дифференцировки опухоли, и лишь четвертья случая в 25% органную принадлежность опухоли. Метастатическое поражение лимфоузлов шеи, расположенных выше ключиц, чаще всего свидетельствует о том, что первичная опухоль расположена в органах головы и шеи. Стандартная классификация шейных лимфоузлов по уровням и подуровням. Хотелось бы упомянуть опухоли тех локализаций, которым не свойственно латентное течение. Это, например, опухоли языка. Эти опухоли очень часто, практически в начальных уже этапах, изъясняются. Присоединяется вторичная инфекция. Возникает выраженный болевой синдром. Это чаще всего боли при глотании, при разговоре и радиация болей в ухо. Несмотря на то, что лимфатические узлы пораженные достаточно маленьких размеров, такие пациенты попадают на ранних этапах в связи с выраженным болевым синдромом. Другая локализация. Рак дна полустирта. То же самое. Небольшая по размеру опухоль. Быстро изъясняется. И в связи с выраженным болевым синдромом пациент очень рано выявляет такую опухоль. Несмотря на то, что шейные лимфоузлы еще небольшого размера. Рак гортани. Небольшая опухоль, локализующаяся в пределах голосовой складки, без перехода на переднюю комиссуру, на желудочи гортани, под голосовую полость. Лимфатические узлы небольшие. Но пациент уже обращается в специализированное учреждение, потому что опухоль дебютирует снижением звучности голоса, возникновением осиплости голоса. Таким образом, получается, что часть локализации уже опухоль выявляется сама. И локализации, где опухоль может спрятаться для физикального исследования, не так и много. Сразу оговорюсь, что щитовидная железа, выявление первичной опухоли именно в этом органе. Для МРТ это задача абсолютно ненужная, потому что для этого есть ультразвуковой метод, у него явное первенство здесь. Таким образом, остаются локализации. В первую очередь, это, конечно, глотка. Это рак носоглотки 45-55% случаев, рак ротоглотки 30-35% случаев и рак гортаноглотки 20-25% случаев. Клинические примеры. У пациента выявлены конгломерат лимфатических узлов шеи с выраженным зоной центрального некроза, что говорит нам о том, что, скорее всего, здесь имеет место плоскоклеточный рак. При тщательном осмотре лорорганов обращает на себя внимание возникновение отека слизистой оболочки ячеек правого социевидного отростка. Такая ситуация часто возникает при нарушении проходимости слуховой трубы. Поэтому исследователи обращают повышенное внимание на глоточные отделы труб, и мы видим незначительную асимметрию правых отделов носоглотки при слепой биопсии оттуда полученной опухолевой клетки. Таким образом, мы нашли первичный источник. Похожая ситуация – конгломерат лимфоузлов, преимущественно солидного строения, и опухолевый инфильтрат небольшого размера, он прячется за трубным валиком. Рак ротоглотки. Имеются существенные сложности. Чаще всего локализуются в нёмных миндалинах. Сам по себе орган имеет неровную бугристую поверхность, и имеет также линейные крипты, которые уходят очень далеко вглубь органа. Как раз в этих криптах в глубине и прячутся опухолевые клетки. Особенно это характерно для HPV-ассоциированных раков, штамм P16. Таким образом, опухоль локализуется в глубине органа, и при первичном осмотре лора врача не визуализируется. Клинический пример. У пациентки секундарное поражение шейных лимфоузлов. Здесь лимфоузлов осталось немного, была проведена экстезионная биопсия. И при обследовании лорорганов в латеральных отделах правой нёмной миндалины мы видим участок патологически изменённого МР-сигнала. При введении контрастного препарата мы видим, что линейный ход крипт в левой нёмной миндалины не сохранён, в то время как справа отчётливо не дифференцируется, контур смазан. И при накоплении контрастного препарата в проекции патологического очага также снижена интенсивность, что говорит нам о том, что, скорее всего, мы выявили первичную опухоль, что и подтверждено результатами слепой биопсии. Рак язычной миндалины. Тоже есть определённые сложности у лора врачей в связи с повышенным рвотным рефлексом у пациента. А также при лоросмотре, пациент, когда открывает рот и высовывает язык, может быть, сглаженность контура язычной миндалины просто распластывается по корню языка. У пациента конгломерация течественных лимфоузлов. И мы видим в состоянии привычной оклюзии рта асимметрию контура язычной миндалины за счёт преобладания правых отделов. То же самое видим и на сагитальных проекциях. Левые отделы язычной миндалины имеют чёткий ровный контур, в то время как правые отделы бугристые и имеется кратерообразный язвенный дефект. Опять же, результаты биопсии подтверждают, что да, первичная опухоль локализуется именно здесь. Ещё один очень коварный орган – это оклоушная слюнная железа. Пациент поступает к нам с диагнозом вторичное поражение шейных лимфоузлов. Собственно, это не вызывает сомнений. Огромный конгломерат лимфоузлов на шее хорошо визуализируется и методом УЗИ, доступен методу пальпации, но ни при УЗИ, ни при физикальном обследовании первичной опухоли выявлено не было. Для МРТ такой диагноз не вызывает никаких сложностей. Мы видим опухоль небольшую по размерам с инфильтрацией окружающей стромы железы, локализующуюся в глоточном отделе. К сожалению, этот глоточный отдел оклоушной слюной железы очень сложен для диагностики метода МУЗИ, поскольку мешает суставной отросток нижней челюсти. Похожий случай, но опухоль первичная гораздо больших размеров, как раз на границе глоточного отростка и поверхностной части железы. И лимфоузлы пораженные имеют совсем небольшие размеры, скорее всего, это мальганизировавшаяся плеаморфная аденома. Рак носовой полости. У пациента выявлено вторичное поражение шейных лимфоузлов 2-3 уровней. По данным ЛОР-обследования первичная опухоль не выявлена. По результатам МРТ в верхних отделах носовой полости мы видим достаточно большой опухолевый инфильтрат с контактной деструкцией хрящевых отделов носовой перегородки. И рак лобной пазухи. Любой придаточный пазухи носа можно сюда отнести. И основную пазуху, и ячейки решетчатой кости, и верхнечелюстные пазухи, что чаще как раз встречается. То же самое небольшое количество вторично пораженных лимфоузлов. У пациента предварительно была проведена экстезионная биопсия. По результатам МРТ левые отделы лобной пазухи выполнены опухолевыми массами. Выявляется контактная деструкция стенок пазухи. Контрастную фазу, активное и агрессивное накопление контрастного препарата. Не всегда нахождение первичной опухоли связано с тем, что опухоль либо труднодоступна для визуализации, либо имеет малые размеры, либо подследистые расположения. Порой очень крупные размеры опухоли тоже создают определенные трудности. Как в данной ситуации, когда у пациента на шее имеется большой конгломерат пораженных лимфоузлов с обширными зонами некроза, который вызывает дислокацию гортани вправо и нарушает нервацию гортани с формированием ее атонии. Это существенно ухудшает обзор для лор-врача и область гортани и гортаноглотки трудно обозрима. Таким образом мы видим, что грушевидный синус сомкнут и именно в нижних отделах грушевидного синуса достаточно небольшая по размеру первичная опухоль. Рак ротоглотки, у него есть свои особенности при большом процессе, в данном случае это нёбная миндалина, инфильтрация переходит как на корень языка, так и на мягкие ткани крылонёбной ямки. Вовлечение в процесс крыловидных мышц сразу же влечет к тому, что пациент не может открыть рот, возникает тризм. Таким образом, лор-врач, он видит конгломераты лимфоузлов шейных, видит пораженные лимфоузлы под нижнечелюстные, понимает, что опухоль локализуется где-то в верхних отделах глотки, но, к сожалению, визуализировать ее не может. Стоит помнить о том, что 13% лимфоузлов шеи пораженных встречаются при локализации первичной опухоли ниже ключиц. Это рак лёгкого, рак желудка, рак толстой кишки, рак женских половых органов, молочной железы, пищевода, яичка и предстательной железы. Клинический пример. Пациент поступает с диагнозом секундарное поражение надключичных лимфоузлов справа и по данным ЛОР-осмотра имеется асимметрия гортания. Мы видим, да, действительно, асимметрия гортания есть за счет выбухания левой голосовой складки, но в контрастную фазу мы видим, что слизистая оболочка четкая, ровная и структура складки не изменена. Это отония, вызванная денервацией. И, выполнив компьютерную томографию, находим маленькую, достаточно периферическую карциному правого лёгкого, очень высокой степени злокачественности и массивно-секундарное поражение лимфоузлов средостения. Для чего мы с таким упорством пытаемся найти первичный источник? При лечении данной категории больных используются все те же методы, что и в общей онкологии, хирургический метод, лучевой метод лечения, медикаментозный метод лечения, химиотерапия. У данных пациентов хирургический метод выходит на передний план, поскольку даёт возможность получения гистологического материала. Но следует помнить о том, что злокачественные опухоли носоглотки в большинстве случаев проявляют высокую радиочувствительность. Таким образом, выявленная при МРТ опухоль носоглотки сразу переводят пациента из категории хирургических больных в категорию радиотерапевтических. Вдобавок к методам МРТ можно выявить так плохо визуализируемые лимфоузлы, так называемые заглоточные лимфоузлы, лимфоузлы Ривьера, которые располагаются вблизи основания черепа и являются очень сложным для хирургического доступа. Когда мы можем выявить эти лимфоузлы, мы говорим о том, что хирургическое лечение возможно будет нецелесообразным, поскольку не может быть радикальным. Такие лимфоузлы порой достигают достаточно крупных размеров, могут существенно деформировать просвет глотки. Еще одна причина, почему так важно найти первичную опухоль. Если пациент отправляется на лучевую терапию без первичного явленного очага, вы видите, что дозиметрический план – это очень обширная зона охвата облучения, включающая в себя носа, рота, горта на глотку, задние отделы ротовой полости, а также начальные отделы трахеи. В такой ситуации используется профилактическая доза, доводимая до 54 грей. Она не является радикальной. И в связи с обширностью проводимой зоны лечения очень выраженные послучевые осложнения возникают. Если же нам все-таки удастся выявить первичную опухоль, это существенно уменьшает объемы проводимого лечения и позволяет доводить в зоне облучения дозы до радикальных 66-70 грей. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...